Египет, Турция, Греция. Так выглядит тройка самых востребованных направлений у жителей Самарской области. В прошлом году, по данным регионального департамента туризма, на родину Тутанхамона из аэропорта Курумыч слетали почти 150 тысяч граждан. В страну звезды и полумесяцы около 110 тысяч. На юге Балканского полуострова побывали чуть меньше 20 тысяч волжан. Два первых направления после известных трагических событий теперь неактуальны. Потери несут не только Египет и Турция. Число туроператоров в России сократилось на 70%. Об этом сообщают выжившие игроки рынка. Сейчас перед ними стоит архи-сложная задача – предложить россиянам альтернативу запрещенным курортам. Если мы говорим про зарубежные страны, то в этом году говорится, что это будет год Греции. Что Греция будет рада и предложит условия для того, чтобы принять как раз тех туристов, которые не смогут в Турцию поехать. Естественно, это курорты России. Потому что уже прошлым летом достаточно активно было организовано авиасообщение с курортами черноморскими Краснодарского края, Крыма. А вот альтернативу Египту предложить сложнее. Этот курорт всегда привлекал россиян относительно высоким уровнем туристического сервиса и одновременно низкой стоимостью отдыха. Я думаю, что наиболее направление, которое может на сегодняшний день предоставить качественный пляжный отдых – это, наверное, Арабский Эмират и Вьетнам. Учитывая, что полетная программа из Самары есть, поэтому, я думаю, имеет смысл рассмотреть эти варианты. Однако это уже дороже. В зимние месяцы в Египте можно было отдохнуть по системе «Все включено» всего за 30 тысяч рублей с человека. Для сравнения, в Арабских Эмиратах заплатив 45 тысяч, вы получите номер в отеле «Две звезды» с одноразовым питанием. Из положительных моментов игроки рынка отмечают рост внутреннего туризма. В текущем году он впервые за много лет поднялся на 20% и превысил показатели выездного.